Музыка Немножко о работе диалога, да, мы основали это общественную организацию на базе КФУ, ресурсного центра. Вот мы работаем на общественных началах, работаем с лицами, которые от бывшей наказания за экстремистские статьи и еще с лицами, которые сейчас являются в местах лишения свободы и с их родственниками. В нашу деятельность входят это индивидуальное консультирование, юридическое консультирование, проведение курса повышенной квалификации, работа в социальных сетях. Вот здесь все написано, да, у нас есть учебные пособия, фильмы, ролики и всевозможные материалы, кому будет интересно, можно будет с ними ознакомиться. Что происходит с личностью, когда он попадает в деструктивный культ? Могу сказать на своем личном опыте, потому что я сама была членом одной из этой групп, которая в Российской Федерации запрещена на протяжении более 10 лет. Я была одной из активных участниц, и когда я вышла из этой деструктивной группы, я поняла, что есть возможность помочь таким же людям, как я, понять, в чем все-таки они ошибались, в чем они заблуждались, и все-таки взглянуть на мир другими глазами. Другими глазами я скажу буквально, потому что свое ощущение могу сказать, что, например, как я видела мир, когда была в деструктивной группе. Мир реально был черно-белый, красок вообще не было. Но были только те, которые поддерживают группировку. Я уж на звание сейчас говорить не буду, но это не важно. Я сейчас поняла, что это все группировки, они имеют один и тот же типаж, одни и те же механизмы. И когда я прошла определенный этап реабилитации, мир вообще стал цветным. Вы даже не представляете, каково это состояние, видеть мир в двух красках и видеть мир вообще в цвете. Это не образно даже. Кому интересно, могу более подробно уже лично поделиться этим всем опытом. Кому интересно, кому это важно. Просто сегодня в рамках времени не так много, чтобы это все так красочно рассказывать. Но, по крайней мере, все, что сегодня говорила Ольга Сергеевна, с каждым ее утверждением, исследованием, можно подписаться. Реально люди проходят именно эти все этапы. С людьми происходит все, о чем она говорила. Первый этап я разделила, этап расположения. И здесь в картинках можно немножко ярко посмотреть, что да, обязательно вербовщик, он будет располагать личность. Это могут быть разные способы. Нет механизма одного там. Могут быть и подарки, могут и помочь в чем-то. Да, там даже материально, там, не знаю, советом, как-то в семье что-то там, не знаю, там, пойти там, помочь, например, накрыть стол даже элементарно. Да, там, попробовать найти работу, сказать, что давайте с нами поживем, да, если тебе, например, студенту негде жить. Отвечать на очень сложные вопросы, да, можно сказать, наводить его на эти вопросы. Да, в чем смысл жизни, как ты думаешь, где справедливость, там, да, где истина, где заблуждение. Да, на эти очень интересные, глобальные вопросы, да, и вот это цепляет. И обычно эта личность, она харизматичная, да, чего вот обычно не хватает нашим духовным лидерам, да, это харизматичность, это любовь, да, как тоже сегодня говорили, да, это принятие людей такими, какие они есть. Вот этого не хватает нам немножко, да, есть оценка, там, почему ты зашел там босиком, почему ты разговариваешь на русском, и все там подобное, и все, идут блоки. Естественно, люди пришли в какое-то там учреждение, да, и их встречают такой критикой, но не каждый, да, захочет дальше продолжать там. И, естественно, его могут там встретить человек, который говорит, да, да, они тебя не понимают, вот я тебя пойму, давай, я тебя услышу. И в нашем мире, на самом деле, мы очень одиноки, и таких людей, ну, очень мало, которые готовы тебя часами сидеть слушать, и при этом еще тебе давать советы, да, получается, они хотят решить твои проблемы. И причем это делают они, да, как бы изначально хочу такую черту, там, да, такое подвести, да, что не нужно делить мир на экстремистов, террористов и нормальных людей, да, это получается, ну, мы ничем не отличаемся, да. Эти все люди, которые попали в эти группировки и продолжают там быть, по крайней мере, по моему опыту, да, как мы сейчас работаем с этими людьми, это все искренние люди, которые чего-то хотят хорошего. Ни один террорист не скажет, я хочу плохого, да, он хочет и первоначально себе чего-то хорошего, да, и людям. Кто-то думает, что через войну он будет, там, мир во всем мире будет, там, да, кто-то думает, там, через какие-то, там, какой-то призыв делая, да, жертвуя собой, семьей, он, как бы, хочет, чтобы люди пришли, там, к ислам, да, ну, они вот чего-то хотят, да, ну, чего-то высокого, да, и вот просто немножко, ну, как бы ушли. И, и, как, экстремизм это любое проявление идеи в крайней форме, да, там, все мужики такие, там, все, здесь то же самое, просто они приняли крайнюю, как бы, форму какой-то идеи. Вот, этап расположения, да, и в этапе расположения обычно, по крайней мере, могу сказать, по той группировке, в которой я была, вот, почему я здесь выбрала именно вот эти понятия, акыда, да, туда входит именно про понятия про Аллаха, про книгу, про посадников, да, про судный день, ну, и все, что вот входит в основу вообще мировоззрения мусульманин. Почему это важно? Потому что это, они лепят личность такую, какую им нужно, да, если, ну, вот, вот в среднем, да, вот этот этап формирования, вот этой акыды занимает где-то год, наверное, да, с этим человеком работать приблизительно год, вот, ему объясняют эти все основы, вот, и этот человек в результате получается таким, что, ну, вот здесь, да, пример, что Аллах требует только с тебя, чтобы ты восстановил, там, некий халифат, да, и суживается вообще ислам и Аллах только к вопросу халифата. Если взять в традиционном исламе, да, то тут вообще границ нет, да. Если посмотреть на посланника, здесь то же самое, да, только пример в том, как он восстанавливал халифат. Ну, буквально, да. Если взять в традиционную религию, там тоже нет вообще границ, да, в какую, как бы, сферу хочешь изучать эту тему, можно изучать. Куран тоже самое, да, сводится к тому, что там только написаны законы, и которые нужно стремиться притворять, и их только можно притворять, когда будет халифат. Что-то связанное с поклонением, да, с ауаптом, изучением Курана, размышлением над Кураном, да, это вообще все. Ну, да, да, говорит, это все нужно, но это все потом. И в судный день, опять-таки, да, ты будешь просто за то, что что-то сделал для того, чтобы исполняли законы Аллаха, да, а здесь то же самое ты усовершенствуешь. И здесь очень большая, как бы, такой показатель, да, секта, она лезет между отношениями тебя и Аллахом. Вот ни в коем случае нельзя, чтобы человек лез в эти отношения, другой человек, чужой человек, да. И одним из признаков, да, когда тот человек, который начинает, как бы, вербовать, есть такие проявления, что он лезет именно в эти темы и дает какие-то установки, да, это является одним из первых признаков, да, что человек хочет залезть в самое сокровенное. К сожалению, если человек вот так сформируется, да, а это вот не один человек и не два, в течение года они работают, к сожалению, не с одним человеком, да, и формируются личности. Все, это готовая личность, с которой нужно сказать, иди туда, иди сюда, сделай то, сделай другое, да. Это все происходит на первом этапе. И, как бы, вы тут психологи, наверное, понимаете, о чем вообще речь, да, просто образно могу сказать, для меня, по крайней мере, это ярко. Если мы сейчас это можем, ну, я вам задам вопрос, что вы видите, да, вы можете сказать, вы видите доску, там, да, вы видите точку, вы видите свет в конце туннеля, там, видите, там, космос, да, и какая-то звезда, ну, все, что угодно, можно сказать, да, сектант ему скажет, ты видишь точку? И он будет видеть только эту точку, и он будет думать, что здесь нарисована только точка, и ничего другого тут нет. Вот, суженность мышления, да, это вот яркий пример, что происходит с личностью, когда его вербуют, когда у него происходит с сознанием. Вот, как все-таки отличить вербовщика от настоящей поддержки? Это уже связано с психологией, да. Да, тут все-таки можно различить, что вербовщику на самом деле все равно, что для тебя важно. И по себе могу сказать, все какие-то, например, идеи, цели, да, потому что я где-то, мне было 18-19 лет, где-то, ну, 20 лет, да, у меня были свои мечты, свои перспективы, свои какие-то планы в жизни, да. Да, ну, они вначале, может быть, как-то учитывались для расположения, но в итоге, да, ничего такого реализовать вообще не получилось. Вербовщик рассматривает только как, ну, адепта, да, нового, как нового человека, которому он, которого он приведет в группу, да. Он его не рассматривает как личность, он его не любит, да, как вот тоже рассказывали, да, он просто его как батарейку рассматривает, которая будет помогать в дальнейшем развивать эту группу, все. И у них на самом деле, ну, как стеклянные глаза, да, они видят мир только так, кто бы, кто бы подойдет, да, кого бы можно будет привлечь. И индивидуальные характеристики, лично ценные желания незначимы, да, это все, как бы, полностью замещается. Если человек был, например, каким-то добрым, отзывчивым, да, то здесь формируется, они как, знаете, они как инкубаторные, да, у всех одинаковое мышление, да, они одинаково думают, одинаково смотрят на мир, да, и думают, вот, ну, однообразно. И поэтому здесь вот это все стирается. И здесь яркий пример покажу, да, все, наверное, известные, ну, если неизвестные, то в Казани достаточно популярные, вот, Ади и Фазад, к сожалению, он получил больше 19 лет, нет, не убийство, больше 19 лет строгого, по-моему, джижима, вот, сейчас он ждет операционного рассмотрения своего приговора, ну, по крайней мере, я знаю эту семью, я знаю детей, детей знакомо с женой, знакомо, да, с ним знакомо, вот, у этого человека, ну, это один из примеров, да, их много, да, но просто он яркий, он очень талантливый музыкант, конечно, в исламе это немножко, ну, как бы есть разные мнения, да, но, по крайней мере, этот человек, мы сейчас не об этом, да, этот человек, он, у него были свои планы, да, он создал свою группу, у него четверо детей, он построил дом, у него были мечты, у него были перспективы, вот, ну, к сожалению, сейчас все, на 19 лет, он, и, причем, на последнем условии, на суде, кто знает вообще практику судебного процесса, то последнее слово, это уже в конце судебного процесса, когда все доказательства уже оглашены, когда, ну, прокурор запрашивает тебе срок, и вот, на последнем условии, этот человек все равно продолжал придерживать свои идеи, да, привлюдно всем дал клятву своему Амиру, и готов был идти до конца, думая, что его Амир когда-нибудь спасет, они очень сильно надеются на то, что будет халифат, их спасут, и, может быть, освободят как военно-пленных, или еще что-то, но у них есть вот какое-то представление такое, да, облачно, что вот их группировка, она ни в коем случае их не оставит, а это вот чисто вот такое испытание. И знаменитая ситуация с мечетью, да, опять-таки, это вот бывшая мечеть Алихлас на декабристов, да, сейчас там построили новую мечеть, но, опять-таки, прихожане этой мечети, тоже большинство было из них приверженцы этой группировки, и в результате получилось так, что пришлось перестроить мечеть, ну, они использовали, грубо говоря, мечеть в своих интересах. Это вот первый этап, да, когда человек располагает, когда формируют у него определенное мышление, второй этап уже происходит, человеку дают какие-то там возможности реализовать уже себя, да, его зовут на какие-то встречи, да, и тут происходит формирование его именно мира на две категории, да, бинарное деление, да, вам всем, наверное, известно, да, человек, человеку учат делить мир на своих и чужих, белое и черное, хорошо-плохо, других категорий нет. Вот, есть четкие инструкции, как отличить своих от чужих, да, они, на самом деле, очень простые. Кто смотрит в сторону этой группировки в своей, кто вообще поддерживает, и в этой группировке вообще супер, кто хоть как-то критикует эту группировку и не в этой группировке, все, они уже заблудшие, они уже в аду, они никогда не попадут в рай, они, к сожалению, очень такие, типа, в убытке. Отсутствие критичного мышления, и вот я недавно узнала очень хороший способ для родственников, да, как узнать, что попал этот человек именно в деструктивную группу или нет, можно у него спросить, скажи три качества в своем лидере, да, которые тебе не нравятся. Если человек говорит, он идеальный, и на самом деле, я сейчас вспоминаю, да, скажи мне этот вопрос, вот, ну, несколько лет тому назад, что это вообще, это идеальная личность, в которой у таких людей не бывает. И еще очень большая опасность, я считаю, да, это воспитывать подчинение своим лидерам, это просто колоссальная вообще, не знаю, категория, да, людей, которые, ну, готовы всем своим имуществом, всем своим, вот, то, что имеют, да, всем пожертвуют ради того, чтобы угодить своим лидерам. Это начиная от семьи, заканчивая карьерой, деньгами и всем, чем хочешь, да. Есть опыт, что люди по советам лидера разводились вообще, да, детей оставлялись с жен, да, или выходили на какие-нибудь акции, после которых их сажали на длительные срока, да, или разрывали какие-то родственные отношения, да, или наоборот женились, да, или выходить замуж за тех, ну, кто им, в принципе, не нравится, но им Амир сказал, дитя это будет лучше, давай вот создай семью, да, и вот эти группировки, они влезают даже вот в это семейное отношение, да, ну, грубо говоря, они вот все, что хотят, то и делают с личностью, вот. Это второй этап, они формируют, воспитывают это все, да, они, этот человек становится таким хорошим солдатом. Третий этап, да, у человека вообще уничтожается все человеческое, да, для него все безразлично, он бесчувствует, опять-таки, да, Ольга Сергеевна об этом говорила, что безразличие, да, вот, ну, уничтожение вот это, равнодушие, это очень, мне кажется, очень опасно, да, и, да, по себе тоже могу сказать, в секте вообще не приветствовалось какие-либо чувства, да, что-то происходит с тобой, какая-то там беда, все, терпи, радость, не радуйся, ты еще не знаешь, что, ну, вот, все, вот, ты как робот, да, вообще чувств нет, и даже сейчас вот мы работаем семьями, и я иногда захожу на странички жен арестованных, да, и я вижу, что у них, ну, нет там вот то, что реально муж это, как бы, твоя половинка, да, у них нет такого, что она скучает сильно, да, переживает, все, это судьба от Аллаха, ничего страшного, есть еще хуже там, все, вот как солдат, да, вот, это пример, это вот проявление борьбы с исламом в России, там, все, да, все, вот, такое бесчувственное состояние. Ну, сейчас, вообще, для чего я разделила эти три, на три категории, по своему опыту могу сказать, что вывести человека из секты, по моему опыту, да, можно на первом этапе и на третьем. На втором этапе его почему-то сложнее вывести, почему? Потому что он уже вошел, но не совсем понял, что это такое. На первом этапе человек еще не совсем вовлекся в эту идею, да, ему можно как-то, ну, контур аргументации, да, провернуть эту идею. А на третьем этапе он уже собрал много противоречий, у него уже есть жизненный опыт, да, хотя, хоть они и пытаются критичное смышление отключить, но ее никуда не отключишь, по-любому есть нестыковки, по-любому есть много таких моментов, которые личности не нравятся, и уже можно, зная какие-то внутренние правила, зная какие-то внутренние моменты, зная психологию, можно уже на третьем этапе человека тоже вывести. Да, у нас есть тоже, как бы, результаты хорошие, мы работаем со следственными, да, есть несколько человек, которые на этапе следствия покинули, да, эту группу и на суде раскаялись, да, и есть работа с их женами, да, тоже сестры покинули эти ряды и тоже получили, как бы, именно законодательство с точки зрения реабилитации, получили отказную по 205-й статье, кто юрист, наверное, знает, что у 205-й статьи есть примечания, да, и получили вот это отказное возбуждение уголовного дела по этому примечанию. Это тоже, я думаю, достижение, потому что до этого практики вообще такое не было, и, по-моему, в России это вот, ну, мы от них первые, которые в этом, да, и мы еще работаем. Работаем мы с родственниками, с родителями, потому что их роль тоже очень важна, потому что мы им объясняем, что произошло с их родственниками, почему он туда попал, почему он заблуждался, да, это тоже очень помогает, по крайней мере. Ну, и понять, что для семьи произошло. Подходы могут быть разными, да, не обязательно идеологически нужно опробегать, да, можно и психологически, можно просто его услышать, да, можно просто с ним поговорить, можно сказать, что ты понимаешь, да, что, оказывается, только вот это вот произошло, да. Да, а бывают люди, на самом деле, им с идеологической точки зрения немножко приводятся к конкурентации, тоже появляются крестичные мышления, и как базово все собираются. Ну, по себе могу сказать, что у меня, со мной появилось крестичное мышление, и я задалась вопросом основным, что все-таки что хочет эта группировка здесь в России. И я, когда начала этот вопрос задавать руководству, они мне начали давать какие-то нелепые ответы, это у меня было подозрение, да, и когда я начала все-таки задавать и дальше вопросы, они мне сказали, ты, походу, началась сомневаться, они меня полностью изолировали, изолировали общение со мной, изолировали общение другим членам группировки со мной, да, и до сих пор идет очень жесткая изоляция. Кто, мусульмане, не знаю, да, что даже на салям нужно давать салям, они могут себе позволить даже на салям не ответить. Вот. Ну, опять-таки, да, еще один из признаков, да, как они относятся к своим бывшим членам, да, тоже является одним из хороших признаков, да, то, что они скажут, о, это люди все, сумасшедшие, так не можно и подходить. Ну, и, кстати, это было очень хорошо, по крайней мере, для меня, потому что они дали мне спокойно реабилитироваться, прийти в себя, восстановиться, потому что реально происходит вообще, личность сломается, полностью искажается. Мне для того, чтобы себя забрать, ну, понадобилось почти год времени, да, благодаря психологам, да, личностям, да, это, хамдаля, произошло, потому что вот эти группировки, псевдо-исламские, да, к сожалению, они с исламом пересекаются, да, и первое время вообще было тяжело понять, что тут из ислама, что тут из секты, это как, ну, я, как медик по образованию, да, и могу привести с мистерской точки зрения примера, это как раковый опухоль, да, чем она опасна, то, что, ну, нет границ между органом и раком, да, невозможно четко разграничить хирургу, да, сказать, вот, все, я там отрезала раку, да, они очень сильно переплетаются. И здесь тоже самое, невозможно сказать, вот, вот это из ислама, вот это из секты, да, первое время вот очень тяжело было разобраться все-таки, что у меня в голове из ислама, а сейчас все-таки, что из секты. Ну, ладно. Как я, как бы, для себя решила, да, как можно все-таки попасть в влияние секты, это четко знать, что ты хочешь, да, во что ты веришь, прийти к этому самому, размышляя самому, да, не допуская туда никого, опять-таки принятия окружающих, такими, какие они есть, любить их, да, и самому, естественно, развиваться. Что в этом обществе, к сожалению, у нас очень не совсем развита, особенно в среде молодежи, да, но опять-таки я считаю, что если мы будем сами развиваться, то мало вероятно, что мы попадем под влияние. Но цели стерилизма, естественно, знаете. Вот. И поэтому, чтобы они свои цели не достигли, нужно доверять друг другу, нужно обожать друг друга, понимать друг в друга. Если жизнь после секты, да, она, естественно, есть, но вот с трудностью, которую мы просто толкнулись, по крайней мере, я, да, это то, что не хватает именно опытных психологов, которые могли бы знать именно на ислам, исламскую психологию, да, и психологию, и ее сопоставить, зная вот эту всю структуричность, которая меняется в секте, потому что, ну, реально могу сказать, пущего уходит из-под ног, когда человек расчаровывается, ему даже стоять не на чем. Почему? Потому что из-за секты он попал в все свои семейные отношения, да, его родители не принимают, он родителей уже поставил на них крест, он их обидел, он с ними поссорился, родственники, и вообще говорит не о чем, да, секта его не принимает, да, и он остается, вот, вечно подвешенном состоянии, да, и здесь очень важно психологам нам помочь ему принять все, что с ним было, да, помочь ему восстановиться, и набраться смелости, все-таки признать свои какие-то ошибки, ну, для женщин, я как поняла, это проще, а для мужчин это сложно, и, вот, кстати, часто те люди, с которыми, например, я общаюсь, не выходят из секр, потому что они боятся им никто возвращаться, они говорят, а что, у меня в круговом кружении только вот эти сестры, там, да, с кем я вообще буду общаться, у меня родители, у меня уже все, отношений нет, муж у меня в этой группировке, да, ну, вот, куда мне идти, они даже думают, что, вот, жизнь после, как бы, этой группировки, я не существую. И вот, я думаю, важно, да, это обязательно этого человека поддерживать, да, ну, не ставить на нем, призву диссертанты, террорист, да, к сожалению, из-за СМИ в нашем обществе это очень сложно, обязательно нужно поверить, ну, здесь больше касается, наверное, людей, которые могут какую-то другую сыграть в их судьбе, это больше касается спецслужб, наверное, да, потому что они решают, человек вообще, раскаялся или нет, потому что эта группировка, она запрещена в России, да, и вы, как знаете, 19 лет, ее очень много, и они, в основном, все связаны, именно, с органами ФСБ, принять и помочь, важно, когда мы реабилитируем этих людей, вот, мне кажется, вот эти все скрипты учесть. Потом, опять-таки, я хотела сделать такой акцент на то, что, да, когда мы говорим о профилактике, ни в коем случае не говорить о том, например, о названиях, опять-таки, не говорить, какие они страшные, какие они, там, плохие, потому что есть статистика, что вступали вот в этой группировке, люди именно из-за этих учреждений. Хазрат про эту группировку плохо говорил, дай-ка я подойду-ка, посмотрю-ка, в интернете покопаюсь, что это такое, в сути-то, да, потому что раз Хазрат, ну, обычно, там, молодежи, Хазраты, это те, которые слушают президенту, которые, там, обязательно слушаются ФСБ, значит, они говорят про каких-то хороших людей, да, и вот ни в коем случае я думаю, что нельзя в этом интуализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова